Солидная стопка бумаг, акты о проверке СНТ-строитель надзорными органами. И это только за год. Отдел надзорной деятельности по городу Коряжма требует обеспечить территорию дачного товарищества не только автоматической пожарной сигнализацией, но и звуковой. Также в числе злостных нарушений отсутствие запаса воды на случай ЧАЭС и специальной разделительной полосы. Выполнить эти и другие предписания СНТ не в силах. На это требуются огромные средства. Например, чтобы вырыть на вторых дачах пожарный водоем и снабдить его гидроизоляцией, необходимо более 400 тысяч рублей. В этом году повышены штрафы в десятки раз. То есть вот сейчас от решения судей будет зависеть, сколько мы заплатим штрафы. То есть либо на меня штраф наложить, либо на общество. Если на общество, то мы, честно говоря, мы просто разоримся сейчас. И будем опять в долгах. Мы только-только у комбината из долгов выбрались. Сейчас опять начнут копиться долг для комбината и вот еще дополнительный штраф. И все. Мы будем разорены. Все. Мы будем банкротами просто. Сформировать минерализованную полосу от дачного забора до ближайшего леса законным путем сегодня вообще не представляется возможным. Два ведомства – лесхоз и ОНД – не могут между собой договориться. Вырубишь лес – получишь штраф. Не вырубишь – тоже нарушение. Кто крайний – так понятно. Конечно, садоводы. О том, что происходит сегодня в Дачных Товариществах России, известно на всех уровнях власти. Но помощи никакой. В суде будем решать, что с этим делать. Потому что тут действительно два ведомства, которые друг другу не подчиняются. То есть лесхозы и пожарный пошнодзор, они не подчиняются друг другу. Они между собой договориться не могут. А посередине получаем все мы. И наказывают все время нас. Потому что в любом случае мы вырубим лес, нас накажут лесники. Там штрафы тоже за каждую сосну, за каждое дерево – пять тысяч. Мы не вырубим лес, будут наказывать каждый год пожарники. Закрыть СНТ – самый быстрый и наиболее оправданный выход из сложившейся ситуации. Иных путей прекратить поток штрафов за невыполнение предписаний нет. 29 июня главу СНТ вновь вызывают в суд. 3 июля – еще одно заседание. Чем закончится противостояние, предугадать несложно.